Сабурская Сырья Харисовна окончила Казанский государственный педагогический институт и университет управления ТИСБИ, кандидат философских наук. Работала заместителем главы администрации Зеленодольского района, начальником отдела социального развития и занятости населения Кабинета министров республики. С июля 2010 года уполномоченный по правам человека в Татарстане. — Хотелось бы вначале, может быть, такой общий где-то философский вопрос задать. А что вообще с правами человека в целом и в Татарстане? Что происходит? Вот раньше об этой теме очень много говорили. Сейчас такое ощущение, или все стало хорошо с правами человека, или мы про них, наоборот, немножко забыли? — Ну нет, я не думаю, что мы забыли. Тем более, что и люди сегодня настрой такой, что права для них действительно очень важные аспекты в их жизни. И мы это видим из всех обращений, которые поступают в органы власти. По социальным сетям мы это наблюдаем, потому что все чаще звучат фразы, а это нарушение прав человека при принятии тех или иных мер определенных, что почему не обращает внимание на права человека и так далее. Поэтому я не соглашусь с тем, что все замечательно. Можно сказать, что эта проблематика, она общая для всей Российской Федерации, в том числе и для республики. Мы знаем, какое количество сегодня детей и сирот стоит на очереди для получения и улучшения своих жилищных условий. Несмотря на то, что порядка 500 квартир ежегодно сейчас выделяется, проблем все-таки еще существует в этой сфере. Мы видим проблемы, которые были связаны сегодня с вакцинацией населения, что тоже разные такие полярные бытует мнение, а нужна вакцинация или не нужна. И здесь тоже те, кто против вакцинации, говорят о их правах. Вы упомянули об обращении граждан. Завершается год и, наверное, уже можно предварительные итоги подвести, насколько обращений стало больше или меньше по сравнению с предыдущими годами, как поменялся их характер и кто вообще к вам обращается? Вообще обращается от малых до старых, до пожилых граждан. Увеличилось число обращений в этом году у нас из образовательных учреждений, от родителей в целях защиты прав своих детей, как в общеобразовательной школе, так и особенных детей, которые требуют особого внимания. Мы не всегда ждем, когда к нам напишут обращение. Мы используем и возможности средств массовой информации. Обязательно мы мониторим. Кроме того, мы еще в 2018 году заключили договор, соглашение о взаимодействии с телефоном горячей линии ГЛАНО 112 МЧС России по республике Тарстан. Потому что достаточно много обращений ежедневно приходит на эту линию и там много вопросов связано именно с правами человека. Люди вам пишут обычно сразу напрямую или они проходят свой круг заявлений в ведомствах, обивают пороги и, не добившись там, идут к вам? Так или нет? Как выяснить, нарушены права человека или нет? То есть кроме заявления, которые или жалобы, или обращений, которые гражданин приносит, нам должны быть факты, подтверждающие нарушение его прав. Это значит, должны быть ответы органов власти, государственных органов власти, муниципальных органов власти, где мы можем, если было решение суда. Значит, мы должны посмотреть и решение суда обязательно, с тем, чтобы дальше разъяснить действия гражданина, что надо делать в той или иной степени. Насколько органы власти объективны в своих ответах и на вопрос данного заявителя. Как строится ваше взаимодействие с министерствами, ведомствами? Они видят вас, коллегу, помощника или вас и ваш аппарат как структура, которая не дает спокойно работать? Понимание есть. Понимание, что в республике работает институт, уполномоченный по праву человека. Это действует. Ну и, конечно, у нас есть, когда и, может быть, и недовольные деятельностью уполномоченного, излишняя требовательность. Проявляю я к органам муниципальной власти, государственных органов, исполнительной власти, в части работы в информационном пространстве, народного контроля. Когда более жестко, может быть, что требуешь решения обращения гражданина, потому что время уже прошло достаточно много, что переносят решения заявок. Ну вот, 380 тысяч обращений в народном контроле сегодня уже с 19-го года. Да, мы об этом тоже хотели поговорить. Да, но вот здесь, конечно, я думаю, что не очень как-то, мягко говоря, довольны тем, как я требую. Но если не будешь работать именно в таком ключе, к сожалению, приходится иногда, может быть, и как-то быть более требовательным. Какие новшества были в работе народного контроля в 2021 году, и каким образом вы участие принимали в этой работе? Ну, напрямую, потому что, в принципе, я являюсь главным модератором, а в народном контроле уже сегодня это порядка 100 категорий. Сегодня мы соединяем ее в одну общую такую систему, как я уже сказала, с платформой обратной связи ЦУР, потому что такой платформой становится народный контроль. Такое принято решение президентом нашей республики Растану Аргалевичу Минихану, и мне дано поручение этими вопросами, предложено этими вопросами заниматься. Поэтому часть вопросов, которые поступают через ЦУР, она потом трансформируется в систему народного контроля, и таким образом мы следим, как модераторы, за своевременными ответами, за исполнением тех обращений, которые есть. То есть проектный офис ЦУР, который Вы возглавили, он как раз призван одной из задач – произвести интеграцию этих систем. Совершенно верно. Вообще задача интеграции всех систем, которые работают с обращением граждан. Это инцидент менеджмент, это народный контроль, это платформа обратной связи, это горячие линии, которые проходят. Аккумулироваться должны и мониториться ЦУР для того, чтобы выявить, какие наиболее серьезные вопросы и проблемы в республике, требующие особого внимания руководства республики, президента республики. Мы можем вносить по итогам анализа проблемы, касающиеся большинства населения, и представлять информацию руководству для принятия конкретных уже дальнейших действий с их стороны. Аналогичные структуры же есть и в других регионах. Есть ли между Вами обмен опытом, и какой татарстанский опыт используют другие регионы республики? Конечно, мы работаем, сообща с нашими коллегами уполномоченных сегодня, во всех 85 регионах есть институт уполномоченных правом человека. Мы работаем в рамках Всероссийского коррекционного совета. Два раза в год мы обсуждаем, приглашают нас в те или иные регионы. Осенние встречи обычно это в Москве. Вот ту работа, которая ведется моим аппаратом, мною, в части работы народного контроля, взаимодействия, работа Центра управления регионом. Но такой практики нет ни у кого. К нам приезжает каждый год коллеги. В этом году у нас были из Санкт-Петербурга коллеги. Мы из Вашкортостана приезжали, из Московской области, из Крыма. Ну и, конечно, вот еще такой опыт, как работа, например, с призывниками. Вот тоже, пожалуй, мы одни из единиц, которые сегодня... Понятно, что там, где есть воинские части, если есть работа с обращениями из воинских частей, посещение, она ведется. Но мы немножко идем по другому пути. У нас практически вот в таком виде воинских частей на территории республики нет. Единственное, вот в Казани, тут есть небольшая часть, я тоже была там, смотрела, встречалась, общалась. Но мы проводим большую работу по встрече с призывниками в период призыва, весеннюю-осеннюю призыву на заключенное соглашение с военным комиссаром республики. Мы сопровождаем наших ребят до мест службы. Мы посещаем воинские части одновременно, там, где служат. Вот я собираюсь буквально в 19-го ехать в Екатеринбург. Наши ребята сегодня там в 8 частях служат Екатеринбурга. И последнюю команду я еду с ними и сразу же хочу посетить 6 частей, которые наибольшее число наших ребят служат. Это очень важно, потому что мы, во-первых, выясняем, какие условия созданы, какие меры предпринимаются для того, чтобы действительно безопасность службы в части межличностных отношений была. Организация питания, организация лечения, жизни и быта наших молодых людей – это тоже тот аспект, за который сегодня беспокоятся родители. Ну и потом мы же видим, что творится в социальных сетях, какие иногда происходят ситуации очень некрасивые. И, естественно, это влияет на внутреннее состояние беспокойства. И когда мы ездим, мы потом, естественно, рассказываем о том, как ребята живут, какие условия созданы. Я обязательно встречаюсь с прокурорами этих регионов, военными, которые выясняют обстоятельства. Но это как-то, на мой взгляд, все-таки успокаивает наших родителей. То есть ситуации, когда в ожидании своего родного сына, родного ребенка из армии. Сырья Харисовна, и в завершении беседы такой вопрос. Как, на Ваш взгляд, будет эволюционировать и развиваться Институт полноучного по правам человека у нас в республике, в России в целом? Я думаю, что развиваться будет. Если говорить о России в целом, то, конечно, это и программные документы. Вот даже тот закон 48-й, он принят буквально был недавно. Это новый этап деятельности уполномоченных. Возможность подачи в суд. Такого не было вообще никогда. Это, конечно, создание при уполномоченных правом человека экспертных советов. Кроме того, создан молодежный совет экспертов при уполномоченных. То есть привлечение молодых людей для защиты прав человека. Это тоже, мне кажется, очень хороший шаг в дальнейшее развитие прав человека в нашей стране. И я думаю, что такая рекомендация будет дана и нам. В принципе, я тоже заинтересована. В свое время мы приглашали волонтеров из числа студентов юридических факультетов университета. И мы видели, какая заинтересованность была в их работе. Потом как-то это сошло на нет. И вот сегодня новый этап становления. Я думаю, что мы тоже, конечно, воспользуемся. Если говорить о республике, то сегодня это, конечно же, принятие нового документа. Стратегия по правам человека. И вот в этом году завершился очередной этап. И мы очень серьезно шло обсуждение тоже подготовки. Во-первых, тема, где мы дали оценку прав человека с учетом Конституции нашей республики. Состояние, ситуация по каждым из прав. И те предложения министерств, ведомств, общественных организаций для углубления работы в правах человека. Это тоже сегодня уже, я думаю, что в ближайшее время находится уже документ в кабинете министров республики. Мы ждем выхода, потому что он будет принят именно постановлением правительства. Это признание, это широкое признание прав человека, когда такой очень важный документ именно подписывается и вносится правительством республики Татарска. Поэтому это, конечно, новый шаг, это дальнейшие движения в целях защиты прав человека на территории нашей республики. Продолжение следует... Продолжение следует...